МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Монументальный ребрендинг. Так, современным языком можно назвать то, что переживает в эти дни столичный микрорайон Рыжкановка. Снос дома, культуры, профсоюзов вызвал большой резонанс и споры в молдавской столице. Нужно ли было сносить этот памятник советского соцкультбыта как отнестись к произошедшему и какова судьба мозаичного панно, которое украшало фасад уже разрушенного профсоюзного Дома культуры? Об этом и не только поговорим с нашим гостем, муниципальным советником от партии социалистов Александром Одинцовым. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и так, здания Дома культуры и профсоюзов уже де-факто не существует. Так усердно сносились посредством мощной строительной техники. Мы наблюдали, то есть кишневцы наблюдали за тем, как исчезала часть их истории. Но оказалось, что мозаичное панно обладает определенной ценностью культурного характера, исторического характера. Как вышло так, что этот вопрос никак не сумел быть увиденным в процессе подготовки сноса этого здания? Как случилось так, что чиновники вдруг обошли вниманием этот момент, что именно вот эта часть фасада здания Дома культуры внесена в реестр памятников? Одним словом могу сказать, что это беспредел. К примеру, лично я, хотя я муниципальный советник в муниципе Кишинева, я не имел такой информации, не знал об этом, не могу сказать, что это мне простительно, однако я не обладаю, я не являюсь специалистом в области защиты памятников и не владею всей информацией по этому поводу. К примеру, реестр памятников, находящихся под защитой государства Республики Молдова, который выработан на основании закона о защите памятников, есть постановление парламента, которое выработало этот реестр и одобрило список реестров, список этих памятников. Вот туда, под номером 300, оказывается, памятник включен. Я в это воскресенье встречался, мне позвонил один из бывших сотрудников Министерства культуры, который специализированно занимался в области реставрации и защиты памятников, и удивил меня такой информацией о том, что да, действительно данный памятник включен в реестр, раз, я специально это проверил, вот если можно камерой, вот вверху это у нас само название реестра, раз, и вот у нас под номером 300, вот мы видим мозаика, улица Кишинев, то есть Кишинев, улица Киев-7, мозаика на центральном торцовом фасадике на зале Республиканского дворца культуры, профсоюзов, дата строительства здания 7-4 год, предмет искусства идет, то есть это выполнено молдавским, молдавскими, я не помню господина, который выполнял этот, однако считается памятником искусства, и дальше мы обращаемся к закону парламента номер 1530 от 93-го года. Вот я вижу, выделена глава номер один. Да, выделена, вот что такое у нас памятники, памятники это объекты или комплекс объектов, имеющих историческую, художественную, научную ценность, являющуюся свидетельством развития цивилизации территорий республикам, это наше общее наследие. Все памятники, расположенные на территории Республики Молдовы, являются частью ее культурного и природного достижения и охраняются государством. То есть это наше общее наследие всех граждан Республики Молдовы, в частности кишиневцев, рыжкановцев, которые проживают, и любой человек, он имеет право созерцать данный предмет искусства, который тем более срегистрирован как памятник в реестре памятника утвержденным парламентом. Я абсолютно не понимаю, вот у нас сменилась администрация с прошлой, с либеральной на нынешнюю. Понятно, то есть мы уже многократно обсуждали, каким образом это была смена. Однако вот со сменой администрации ничего не изменилось. Если Дарин Киртуако был внесен в книгу, черную книгу позора, при котором было уничтожено большое количество исторических памятников, то выходит и нынешняя администрация также, видимо, продолжает дело и ничего не делает для сохранения памятников. А вот в законе о сохранении памятников четко указано, помимо правительства парламента, то есть правительство в первую очередь выполняет эти функции, вот Министерство образования, культуры и исследований, современное министерство, в Министерство культуры было объединено, вот госпожа Бабук, вот она обязана была предпринять какие-то меры по защите данного памятника. Главное управление архитектурой, когда подписывали, и, кстати, еще, когда только начали сносить этот памятник, я задавал вопрос в архитектуре, в том числе и главным специалистам Главного управления архитектуры, мне сказали, что это не является памятником. Но они сами этого не знали или намеренно вводили в заблуждение? Понимаете, вот такие вещи они обязаны знать. Вот именно они, то есть те, кто подписывает авторизацию на снос, на строительство, обязаны знать, является ли памятником историческим наследием и включен ли в историческое наследие, является ли он в реестре местного или национального значения. Это их прямая функция, это их обязанность при выдаче, при подготовке документов проверять, состоит ли памятник в перечне в реестре. Мы, как канцелиеры, зачастую не имеем такой информации, не обладаем специализированными знаниями. То есть это те, кто занимается искусством, те, кто занимается защитой исторических памятников, они должны знать. У нас есть один канцелиер, который специализированно занимается вот этим, однако вот он почему-то промолчал и ничего не сказал нам, коллегам, потому что вы знаете, вот этот исторический памятник незаконно сносит. Вот закон об охране памятников четко указывает, любое проникновение не только в самом памятнике, вот эта мозаика находится на здании Дома культуры профсоюзов, чтобы на камеру было хорошо видно, в радиусе, защитном радиусе, у каждого архитектурного памятника устанавливается защитный радиус. Как правило, это около 100-150 метров вокруг самого здания. Не от центра здания, а именно по периметру здания вычисляется радиус 100 метров, любое проникновение в этой территории, потому что памятник это не только сама мозаика, памятник это не только само здание. Памятник это комплекс всего, что есть вокруг здания. Это тропинки, это мощевая или тротуар, световые какие-то приспособления, какие-то декоративные решетки, даже трава. То есть, если вот был определенным образом высажен когда-то газон, вот это указано в законе. Это не мои слова, я не придумываю, это указано в законе. Это комплекс. И памятник это не является вот ровно по периметру здания, все, дальше не памятник. Вот он доходит и дальше. И вот любое проникновение в защитной зоне памятника необходимо согласование проекта с Министерством культуры, а именно Национальным агентством по защите памятников, который при, то есть целая комиссия при Министерстве культуры, вот комиссия рассматривает, дает авиз и уже министр своей подписью выдает разрешение либо не разрешение входить или действовать в зоне памятника. В данном случае авторизация, которая была выдана, по-моему, 21 ноября 2017 года, авторизация на снос Дома культуры, она незаконна. Потому что проектанты, которые проектировали, и бенефицары, которые подавали данное заявление, обязаны были проконсультироваться в Министерство культуры, а можно ли вмешательство в это здание? Такой вопрос. Вот хотел задать его, начиная со слов, вот предусмотрено ли, но уже в реалиях сегодняшнего времени придется спросить следующим образом, существует ли какая-либо ответственность за разрушение того или иного памятника, памятника истории, памятника архитектуры? В законе четко указано, мы можем посмотреть, вот есть в конце, и опять же, я не профессиональный юрист, однако, вот простое изучение этого закона, вот ответственность, глава у нас восьмая, ответственность за нарушение настоящего закона. Органы государственной власти, управления, предприятия, учреждения, организации, ассоциации должностные лица граждан Республики Молдовы, иностранные граждане, лица без гражданства, нарушившие требования настоящего закона, несут ответственность согласно действиям законодательства, в том числе, уголовную ответственность. Более того, бенефицар, который снес, в законе четко указано, обязан возместить ущерб и восстановить здание в первоначальном виде. Четко, более того, я вам скажу, когда, ну, очень, может быть, несвоевременно о том, что сейчас проходит избирательная кампания, но очевидно о том, что это здание принадлежало Шору, его холдинг. И вот господин Шор в 2014 году, это было официально, на публике представлено, на всех порталах новостных был указан проект, который подготовил холдинг Шор, изменение этого ДК в торговый центр. Он предлагал увеличить торговый центр со стекляшкой и также реконструировать одну из гостиниц, которая также была продана профсоюзами. Так вот, в законе указано следующее, продажа объекта другому лицу должно происходить с уведомлением и согласием Министерства культуры. То есть, если уведомления не было и согласия Министерства культуры не было на продажу другому лицу, это сделка незаконна. Более того, в законе указано о том, что государство является первоочередным покупателем. Сначала собственник должен был предложить государство, если государство не может по причине отсутствия денег либо и так далее, только тогда он мог продать другому лицу, уведомлением Министерства культуры, из согласия Министерства культуры. То есть, сама по себе сделка незаконна. А мы знаем, к примеру, о том, что конфедерация профсоюзов, появились некоторые умники, я с зрителем обращаюсь, те, кто пользуется социальными сетями, обратите внимание, в сети перед выборами у нас всегда появляются умники так называемые. Диванные партии, я их так называю, в простонародье это простые тролли, которые просто обвиняют, огульно поливают определенным веществом нашу партию, в том числе меня лично и советников. И они дошли до того, что они защищают застройщиков, они дошли до того, что они защищают снос Дома культуры, говоря, ну это же частная собственность, что вы туда влезаете, понимаете? То есть, прошу обратить внимание жителей Рыжкановки и не поддаваться на эти провокации и задавать себе вопрос, а для чего это делается? Мы владеем информацией о том, что и либеральная, и демократическая партия нанимает в том числе троллей, всяких паразитов, которые просто пишут в социальных сетях всякие гадости, абсолютно придуманные гадости против НАФ, ну естественно в политических целях. И не бесплатно за месяц. И абсолютно не бесплатно. Ну а как объяснить деятельность людей, которые регулярно пишут недостоверную информацию, абсолютно, ну к примеру, они написали о том, что данный Дом культуры профсоюзов был продан, когда мама нашего кандидата работала в конфедерации профсоюзов. Ну, во-первых, мама никогда не работала в конфедерации профсоюзов. Она работала в профсоюзах, когда наших кандидатов еще не было, в 78-м году и так далее. Понимаете, вот бред какой. И, к сожалению, доходит до того, что они защищают и крупных застройщиков, и в данном случае снос Дома культуры. А что делает Министерство культуры? А что делает Агентство по защите памятников? А что делает Национальная комиссия по защите памятников? А что делает главный архитектор и исполняющий обязанности генерального примара? 21 ноября госпожа Сильвия уже была исполняющим обязанностям генерального примара. Законно-незаконно – это второй вопрос. Она исполняла фактические обязанности. То есть авторизация была подписана при ней. То есть у нас исторический памятник, в данном случае исторический памятник в виде искусства, этой мозаики, был снесен фактически по ее прямому бездействию. Фактически так. Да, госпожа всегда ссылается на то, что она не подписывает документы по поводу памятников. Единственный документ, который она подписала, это приостановление Алба-Юля-2, 6-4, между домами 2, 4 и 6. То есть слава богу, что стрельцов временно было приостановлено. Но это отдельная история, потому что… Это там, где произошел несчастный случай буквально недавно, да? Да, где там куда-то провалился один из… Ну, слава богу, вроде он не сильно пострадал, насколько я понял. Ну, где были возмущения, где были акции протеста, где мы обращались к тому же Грозаву с просьбой приостановить авторизацию. Мы обращались… Мы подготовили проект решения муниципального совета. И наши коллеги, к сожалению, не подписали. Но Сильвия Раду в политических целях, в политической рекламе, вот она именно в том объекте, где мы пытались защитить интересы граждан, она подписала авторизацию приостановления, которая в ближайшее время, скорее всего, будет обжалована в суде. Потому что уже есть решение высшей судебной станции по тому же поводу. Единственный способ решить вопрос Алба-Юля-2 – это обмен участков. Это вот чтобы жители знали. И я свои искренние извинения приношу. Мы сделали все возможное для того, чтобы это было. Более того, даже проект решения был. К сожалению, наши коллеги это не поддержали. Вот у нас таким происходит. Бездумное расположение. Ну, вот я хотел, ну, слушая вас, вспомнил цитату. В романе Максима Горького, Фома Гордеев, есть такое изречение. «В основе каждого благосостояния лежит преступление». Вот если вернуться к началу нашей беседы, а именно вот злочастному Дому культуры профсоюзов, получается, что даже передача в собственность, в частную собственность, бывшей государственной собственности, произошло с определенными нарушениями. С нарушениями, которые… Профсоюзы продали это здание в 2015 году, в ноябре 2015 года. То есть не так давно? Относительно не так давно. А закон действует с 1993 года. То есть куда смотрит генеральная прокуратура и остальные правоохранительные органы, ну, включая специально ответственных, компетентных в этой отрасли министерства культуры, абсолютно непонятно. В 2015 году в ноябре было продано здание. Оно обязано, обязано, в законе прямо так указано, обязаны были спрашивать согласие Министерства культуры. Ну, сам, понимаете, сам символ разрушения дома культуры, домов культур, потому что это не только один дом, кинотеатры и так далее, и строительство вместо них гипермаркет, ну, мне кажется, вот символ пошлости нашего времени, к сожалению. То есть нам культура не нужна. Сколько крышкановцев, жителей Рыжкановки, ходили в кружки. Вот у меня друзья рассказывали, они ходили туда в кружки, занимались. И работали бесплатно это все? Да, и работали бесплатно. И, то есть было какое-то детское развитие творчества детей, не только детей, там зал был красивый. Вот эти ели, они, скорее всего, будут спилены, потому что они необходимы для парковки. То есть для будущего бенефициара тот проект, который нужен, на месте этих елей указана парковка. В тех документах, которые были представлены в премарию. Но вот, к сожалению, вот такая суть нашего времени. И самое обидное, самое печальное, наверное, в том, что современно те, кто стоит у руля в муниципе Кишиневе, администрации Кишинева, абсолютно плевать, на что это происходит. У нас, знаете, вот я был недавно в одном из лицеев, и директор лицея, у них уже более трех лет продолжается строительство спортивного зала. То есть оно началось при непонятном тендере, застройщик то приходит, то не приходит, деньги то есть, то нет, и вот он все никак не может достроить. Я говорю, так а почему не обращайтесь? Он говорит, да обращались вроде бы, но говорят, денег нет. Я говорю, кому обращались? Я говорю, обращайтесь в муниципальный совет. Именно мы выделяем деньги, мы распоряжаемся бюджетными средствами. Я говорю, сколько нужно? Он говорит, да всего ничего, говорит, 2,5 ковра. Я говорю, каких коврах? Он говорит, так этих цветочных. У нас вплоть до того, что уже новый вид валюты появился, стоимость одного ковра. Сколько стоит машина? Три ковра стоит. К сожалению. Вот еще такая тема для нашего сегодняшнего разговора. Я понимаю, что Дворец профсоюзов еще будет долго обсуждаться. Я хочу сказать следующее. Я буквально секунду внимания. Мы проводили небольшое совещание с коллегами. Мы сейчас запросили все документы касаемо из Министерства культуры, из архива Муниципального совета по выдаче этой авторизации. Абсолютно ясно и абсолютно понятно, что данная авторизация является незаконной. Так вот, было принято решение, что наши депутаты, в связи с тем, что это закон парламента, они обжалуют в суде снос этого здания и подадим иск о восстановлении этого здания бенефицарам. Мы посмотрим, как будет наша самая гуманная судебная система разбираться в этом вопросе. Однако законом четко и однозначно указано возмещение ущерба и восстановление здания. Других трактовок там нет. Мы посмотрим, как эта власть, контролирующая судебную систему, это все прекрасно знают, на это поведет. Кроме того, будет обращение в Генеральную прокуратуру с требованием разобраться и наказать виновных, те, кто допустил снос этого Дома культуры своим бездействием, либо сознательным действием, в данном случае, те, кто подписывал авторизацию на снос здания. — Именно поэтому я и говорю, что эта тема будет продолжена в следующих наших программах. Обязательно вернемся и проследим за развитием ситуации. — Сегодня в 6 часов будет происходить мероприятие по поводу фотовыставки. Это вы покажете в эфире, насколько я понимаю. В новостях будет указано. — Что хотел сказать. Ситуация с Домом культуры она такая достаточно глобальная. То есть то, что происходит с нашим городом. Но ведь много случаев, когда мы, будем говорить, локальные жители, сталкиваемся с тем, как мы не умеем, не то, что не умеем даже, а вот с чем мы непосредственно сталкиваемся буквально на тех жилых метрах, которые занимаем, или в тех дворах, в которых проживаем. И вот благодаря вашему участию и то, что эта семья обратилась к нашему телеканалу, нам удалось отснять материал о происходящем по адресу на Матьевича, 40, если не ошибаюсь. И я хочу сказать, что для меня лично этот материал, мы сейчас не дадим его целиком, предложим зрителям увидеть несколько интервью и, так сказать, в режиме ноу-коммент, что происходит в этом дворе. Но для меня лично это как призма, через которую можно увидеть, наверное, многие процессы, которые происходят в нашем главном городе страны. И это говорит о многом. И о нас, как о кишиневцах, и о нас, как я говорю, о представителях власти, потому что, например, понятно, что в этом дворе элементарно навести порядок посредством, ну, опираясь на закон, опираясь на право, допустим, представителя силовых органов призвать порядку разбушевавшихся соседей, которые третируют других своих соседей, уже на протяжении нескольких лет. И выдержать подобное, ну, мне кажется, под силу только сильным людям. Ну, для начала я предлагаю нашим телевизорителям посмотреть материал, который подготовили мои коллеги, и дальше мы продолжим обсуждение. Они в 8 часов утра включают музыку и выключают в 10. При обращении в полицию, полиция приезжает, говорит, они по закону, к сожалению, имеют право слушать. Мы не можем ничего сделать. Но мы находимся дома, невозможно сидеть, потому что шум очень сильный. Они пачкают, они грязь разводят, они шумят, кричат, они бросаются на... устькают своих детей, научат своих детей бросаться на взрослых, на нас. И мы же не можем действовать против ребенка. Когда мы обращаемся, соответственно, к родителям с просьбами, ну, воспитайте, ну, примите меры. Это дети. Мы ничего не можем сделать, это дети. Вот таким образом нас пытаются отсюда выжить. То есть, это потеки отработанного масла. И это не только на одном доме, а на все. Вот где у них был доступ. То есть на этот дом, на этот дом. внешний забор. Ночью пришли, забросали яйца. Мы тоже обратились в полицию. Вот, к сожалению, не удалось им установить полицию, кто это все совершил. Выживает, значит, нас гражданка Тимофея Раиса. Это бывшая чиновница мэрии. Работала в комиссии по приватизации. Сейчас она бизнес-леди. Против Рома ничего не имеем. У нас проблемы, нужно решить проблему с домной Тимофея Раиса. Это все, мы считаем, что это все исходит от нее. Как она у нас появилась в этом дворе, начались наши проблемы. Она добивается этими методами, чтобы выселить нас с этого двора. Чтобы мы сдали и продали свое жилье и съехали. Скажу сразу, что мои коллеги обращались к этой госпоже, которая сегодня говорит о герое нашего материала. Пока ответа нет. Она не отказывается прокомментировать, но и не называет точного времени, когда она готова будет прокомментировать, дать свою реплику в ответ на те заявления, которые звучат. Мы надеемся, что она откликнется и после этой программы и расскажет, почему и что, собственно, является, так сказать, главным посылом ее действий. Но речь идет о чем? О том, что в квартирах, которыми она владеет, поселились, как сегодня говорят, ромы, семьи ромов, приезжие в нашу столицу. Чем они занимаются, чем промышляют, отдельная тема за кадром. Но, тем не менее, ежедневно там происходят драки, происходит, ну, не знаю, такая музыкальная программа, шумная. И, в общем-то, создаются очень тяжелые, немыслимые условия для такого сосуществования. Видите, соседи этих новых жильцов, новоявленных жильцов уже восстают, призывают и полицию вмешаться, и показы. Есть, насколько я знаю, есть видео с видеокамер, которые устанавливали сами пострадавшие жильцы, где видно, что, так сказать, фактически, кто и что совершает, какие действия совершают против этих людей. Вот, ваш взгляд на эту ситуацию, что за всем этим стоит? Ведь, ну, ведь не зря, например, сегодня говорится о том, что когда-то, ну, лет 20 назад сюда очень много, ну, как правило, всегда в столицу переезжают люди из пригородов, приезжают люди из других городов и сел. И эти люди, как правило, хотели учиться, хотели становиться похожими на горожан. Сегодня, наоборот, все, кто приходит, приезжают в Кишинев, почему-то хотят, чтобы кишиневцы были похожи на сельчан. Ну, это такая, литературный такой образ, позволив себе, но вот ваше видение, почему сложилась такая ситуация у нас в столице? Как вот выйти из этого положения жителям этого двора, которые проживают там, наверное, уже не в одном поколении, на улице Матерьевича 40, и, ну, перспектива развития ситуации? Если вы понимаете, я был в этом дворе, мне позвонили граждане, с жалобой по поводу сноса, сноса перегородок и сноса заборов, которые есть в этом дворе. Вышла диспозиция претера о принудительном сносе внутридворовых заборов. Они действительно незаконны. У меня претензий к данному, к данной диспозиции нету и не может быть в принципе. У нас здесь вынуждены ситуации, мне кажется. Люди спасаются друг от друга. Ну, здесь ситуация совсем по-другому. И вот она вот абсолютно, знаете, как она вот трагична своей безвыходностью, И трагична также тем, что буквально вот мы, люди, которые там проживают, они находятся на грани. И они в прямом об этом говорят. Вот я могу решить эту проблему. Вот я мужчина, в защиту своей семьи, вы понимаете, это может дойти до убийства. То есть вот сейчас человек находится, это фактически все эти действия, которые там происходят, это фактически доведение до убийства. Провокация. Понимаете, я считаю себя человек с выдержанным характером, вроде бы, но когда вот у меня две маленькие дочки, не дай бог, если бы вот происходило с моей семьей, я не знаю, как бы я среагировал. И любой мужчина в защиту своей семьи, тоже непонятно, каким образом, молодые люди забыли упомянуть, они говорили, помимо о том, что у них стены забрызганные, отработаны машином маслом, им кислоту в окно кидали, кислоту в окно кидали. У них также дети, ну, правда, в основном все взрослые, насколько я понял, но там люди проживают. Никто не говорит, им топоры кидали в окна, у них разбиты стекла, в том числе и зимой разбиты стекла, люди должны были менять. Они вешали неоднократно камеры, а там происходит следующим образом. Из семьи, если я не ошибаюсь, квартира в этом дворе, гражданка, о которой упоминали, герои вашего сюжета, выкупила три квартиры, оставшиеся четыре квартиры, не желают продавать. Ну, мне ответили так, то есть, там несколько человек не желают продавать по причине того, что там даже деды проживали в этих квартирах, мы говорим, слушай, мы сколько помним себя, там и деда жил. Не хотят они менять место жительства. Достаточно все, видимо, для них. Я так понимаю, что один из них говорит, ну, слушай, за такие копейки я не хочу продавать. То есть, видимо, совсем уж низкую стоимость предлагают. Потому что, в принципе, договор купли-продажи всегда договоренность между двух людей. Однако, вот такими методами, ну, это рейдерский захват, действительно, как указано. Другое дело, что это невероятно сложный и в доказуемости процесс, вот гражданский процесс, для того, чтобы обвинить вот того, кто это организовал, это очень сложно доказать. Это должен быть, не знаю, суперпрофессиональный адвокат. Более того, оппоненты, они пытаются еще гражданские иски. То есть, они сдали одно из помещений, якобы, под адвокатское бюро. Адвокатское бюро подало иск на этих людей связи с тем, что они там не получили какой-то ключ доступа, попросили с них две с половиной тысячи евро ущерба за, потому что они не смогли пользоваться тем помещением, которое сняли. То есть, вот такие наглые вещи происходят. Стоит упомянуть о том, что у нас есть один из судей или был, во всяком случае, но точно есть такой же фамилией, как того, кого обвиняют в этих всех рейдерских захватах. Не хочу произносить эту фамилию, однако, есть такой же фамилией судья. Вот я не знаю, если находятся они в родственных отношениях или не находятся в родственных отношениях. Мне не смогли подтвердить жители, однако, точно такой же момент происходит и по другой улице Тимиш между 3 и 5. Там касается этой же женщины и ее детей, они тоже владеют. И вот точно такая же ситуация касается и другого двора. Ну, знаете, если это может быть цинично смеяться, но я предложил этим людям временно съехать, поселить туда 10 гагаузских спортсменов. И посмотреть, чем все закончится. Ну, я думаю, что порядок были там чеченских, ну, с южным темпераментом, я думаю, что вопрос был бы быстро налажен, но это незаконный метод. Вот это тоже незаконно, это на грани. То есть, сейчас полиция, они, эти граждане обращались к нам где-то около двух лет назад с жалобой, что полиция не реагирует. Полиция не реагирует. То есть, участковый не звонит, участковый не приходит. И после того, как наш один депутат обратил внимание комиссариат полиции сектора центра, с тех пор было возбуждено более 50 административных дел. Но происходит следующим образом. То есть, те люди, мы видели контингент, надо сказать о том, что традиции, к сожалению, или к счастью, не знаю, это пусть сами господа Ромы решают, но кастовая они сами не скажут, кастовая система у них осталась. То есть, первые поступения кастовой, скажем так, находят люди, которые без собственного жилья, или которые побираются, вот со всей Молдавии собираются, вот такой контингент заселяются туда с одной просьбой. То есть, им выплачивается сумма денег, с одной просьбой, и они об этом говорили, но люди не смогли записать. С одной просьбой создавать невыносимые условия для соседей. Более того, собственники этих четырех квартир, которые не желают продать, они обращались к авторитетным Ромам, ну, знаете, у них есть бароны, есть авторитеты, в том числе в криминальном мире. Те сказали, мы решаем вашу проблему раз и навсегда. Цена вопроса. Да, цена, очень неплохую цену вопроса, понимаете. И этим соседям, видимо, эта сумма не подошла, они сказали, ну, куда, за что платить. Потом найдутся еще какие-то люди. Ну, вот смотрите, по сути, что происходит? Выкручивание рук, выкручивание рук конкретным всеми. Как мне кажется, с тем же Дворцовым профсоюзом нам всем выкручивают руки, для того, чтобы мы смирились и смотрели за всем, спокойно наблюдали за тем, что происходит. В этих диких условиях джунгли, где побеждает сильнейший, где абсолютно отсутствует закон, к сожалению, в данном случае и закон сложно применить. Вот, они же включают свою дискотеку разрешенное время, в разрешенное время, говорят, подожди, разрешается, разрешается, то есть их кто-то обучает этим моментом, раз, даже если их администрирует, то есть штраф какой-то или возбуждает уголовное дело, просто меняется контингент, того убирается, ставится другой дополнительный человек, находится где-то по Молдавии, кто не имеет места жить, пожалуйста, где проживай бесплатно, но твоя задача создавать шум. К сожалению. Оставаться самим собой. Да, то есть дикие условия джунгли, но повторюсь, самое опасное, и полиция, она должна работать не только на раскрытие преступлений. Раньше, вот у меня отец мой, я искренне горжусь своим отцом, потому что он всегда дорожил честью мундира. Он сначала был инспектором по делам старшиннолетних, и вот в этой инспекции по делам старшиннолетних одно из мер, это превентивные меры, то есть профилактика, не довести человека до совершения преступления. И полиция должна заниматься помимо раскрытием преступлений, после этого отец более 20 лет в уголовном розыске поработал, также и превентивными мерами, если ты видишь, что человек нуждается, он не работает, он только освободился, ну допустим, необходимо его как-то устроить на работу, проводить, раньше были психологи, проводили. Понятно, что человек, если только освободился, он не имеет работы, понятно, что он на следующий день что-то украдет, потому что ему нужно кушать. Точно так же с этим необходимо проводить превентивную меру, потому что, не дай бог, кто-то из мужчин этого двора психанет, у нас будет пару трупов, к сожалению. И вот, кстати, эта дама, о которой говорится, она дала комментарии в других, не помню в какой газете, в других средствах массовой информации о том, что она собирается в ближайшее время продать. Ну, опять же, жители прокомментируют, что это, скорее всего, будет переоформить на своих детей. Мы не знаем. И она якобы не совершает никаких рейдерских, а это не ее проблема, потому что она сдала определенные женщины, у которых много родственников. Ну, ситуация крайне неприятная, по большому счету, ведь ты даже врагу не пожелаешь оказаться на месте этих людей, которые живут в окружении вот этого хаоса. Это ситуация доведения до убийства. Ну, по-другому назвать это очень сложно. В отношении того, что вы говорили о деятельности своего отца, могу сказать, что сегодня, наверное, это уже фантастика, когда полиция занимается профилактикой преступлений. Мне кажется, у них сегодня и даже в служебных обязанностях этого нет. И я знаю по опыту журналистов, малолетних преступников и не ловят, потому что им некуда их доставлять. И опять же, отсутствует служба, которая бы дальше работала бы с малолетними правонарушителями и не только с малолетними. Над тем, хочу сказать, вот мы недавно проводили встречу во дворе вместе с нашим кандидатом Меон Чабан от Штефана 6. Это, где вот раньше были самоцветы, магазин, то есть... Рядом с гостиницей Националь, так скажем, бывшим интуристом. То есть, да, бывший интурист, Националь, вот длинная девятиэтажка. И вот мы во дворе этой девятиэтажкой проводили встречу и жильцы жаловались. Когда мы поднялись, я удивился, ужаснулся тому, что действительно у нас такое может быть. Мы видели сюжеты о беспризорниках в Национале, так вот для того, чтобы их гонять по Национальному, потому что полиции легко гонять, кроме того, там неотапливаемое помещение. Так они прячутся, они ломают окна, ломают решетки. На Измаловска есть кебабная одна, то есть там вот фастфуд. Вот они оттуда берут остатки фастфудов. И этот остаток фастфуд вот такой вот горой, вот эта вся бумага в подъезде. И люди пешком в подъезде боятся идти. И дети действительно, то есть там подростки от семи до 15-16 лет, там и бомжи часто-часто бывают. Люди боятся, вот женщины боятся самостоятельно заходить. Обязательно с сопровождением мужчины заходить в собственный подъезд. И там шприцы, там кульки с клеем, ну, видимо, то есть так. То есть там очень много происходит. Если раньше была система вот превентивных мер, это было... Кстати, недалеко через Штефана на Льва Толстого находился детский приемник-распределитель, который раньше занимался вот такими вещами. Сейчас там уже новостройство. Сейчас он ликвидирован. Да. Вот ликвидирована сама система превентивных мер. Вот, к сожалению, вот у нас вот... А потом удивляемся, почему у нас большое количество преступлений. Полиция этим не занимается. Вот почему-то. Они говорят, мы вызываем, ну что, куда мы в этого бомжа денем? Вот у нас есть на Халтее 20... У нас один центр, еще один есть центр временного содержания. Вот бомжа зимой отправляют, человек, который безопределенное место жительства отправляет туда за железную дорогу, за ЖД-вокзал. Он туда переночует и дальше идет побираться, что-то искать. А определить, что с ним делать дальше, как-то вот вот у системы обще-социальной вот такой вообще нет. Александр, ну ведь понятно, почему. У нас сегодня и люди с не являющихся, не живущим в статусах человека без определенного места жительства, люди с определенным местом жительства найти себе применение не могут. А если находят это применение, то, как правило, за очень мизерную зарплату в лучшем случае... Да, или там... Хотите я вам ну не анекдот, вот пошлый анекдот от нашего бытия, к сожалению, как обманывает правительство наших граждан. Вот мы проводим встречу по дворам, у меня отец и мать, они пенсионеры, находятся за границей. И я был удивлен, то есть, когда мне... Я не обладаю специальными знаниями в области пенсионного обеспечения, у нас другие коллеги этим занимаются, однако, когда мне многократно говорят пенсия, 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 обманули, я говорю, так в чем же дело? И вот смотрите, знаете, ловкость рук никакого мошенничества, так называемого. Вот правительство пенсию людям повышать на 6,6%. То есть, привязываются к инфляции. Они индексируют на 6,6%, то есть, повысили, но люди на руки стали получать меньше. Вот логика. А просто они забирали 180 лей материальную помощь, и люди на руки стали получать меньше. Понимаете, какой обман? То есть, у них правительство показывает по телевизору, на определенных каналах по телевизору, мы повышили пенсии. Те, кто не знает об этом, молодцы, повысили пенсию на 6,6%. На самом деле, они сократили выплаты пенсионерам, потому что они забрали материальную помощь 180 лей, в итоге пенсионер на руки, в карман, он стал получать меньше. Точно так же обманули учителей. Вот у меня и моя теща, и моя кума, я окрыстила ребенка у нее, является учительницей. Вот у меня теща говорит, слушай, мне повысили зарплату на 10%. Говорит, в карман стала получать меньше. Я думаю, мало ли, теща, она не математик, что-то перепутала. Теща спрашивала куму, говорю, слушай, она говорит, действительно, повысили зарплату на 10%, но у нас увеличился подоходный налог, и мы в карман стали получать меньше. Понимаете, в чем это чувство? Одно рукой дают, другое тихоньку подняют. Более того, они увеличили себе поступление в бюджет, обеспечили себе рекламу, что вот мы подняли зарплату на 10%, а они сознательно вышли так и подняли налог, чтобы сказать, мы повысили, повысили, то есть ничего не скажешь. А то, что человек стал получать меньше, об этом же никто не говорит. Вот в чем кощунство, в чем идиотизм вот в этой политике, они не говорят, что, ребята, вот у нас раньше учительница могла купить, допустим, 200 буханок хлеба в месяц, вот сейчас она может 250, то есть реальная зарплата вылаза на столько. Или там, знаете, как раньше было в потребительской корзине, столько килограммов мяса, молока, основных видов продуктов можно было купить в месяц, вот завтра вы сможете покупать на 20 килограмм мяса больше, или там на 2 килограмма, или там на 3 литра молока больше. А люди это меньше стали получать. Вот в чем идиотизм. И это не только, это еще другие категории. Вот они сейчас обещали еще одно какое-то повышение, вот надо обязательно нашим экономистам посчитать, как обманывают молодым. Я хочу обратить внимание зрителей, на это вот посчитайте, как у ваших родственников, учителя, пенсионеры, как вот их обманули. И не поддаваться вот этому бездумной рекламе. Ну, мне кажется, даже вот эта ситуация с ростом пенсионного ценза тоже завязана напрямую на налогах, на том, что власть не способна собирать налоги даже с тех, кто сегодня способен, ну не знаю, те, кто обогащается. Ведь смотрите, это нежелание либерального бизнеса платить налоги, давит на правительство грузом социальных проблем и рассчитываются за это простые люди тем, что вынуждены работать, допустим, не 40 лет, а где-то лет 50. Понимаете, логика... Центная реакция, которая убивает страну. Мы вышли с вами уже на такой республиканский рост. Здесь логика абсолютно нормальная, и эта логика со времен Карла Маркса и ранее была значительно просчитана. Но смотрите, что происходит. Для того, чтобы обеспечить пенсионным обеспечением хотя бы одного пенсионера, требуется три активно работающих человека в реальном секторе экономики, которые будут платить, которые будут получать зарплату, и соответственно отчислять налоги, пенсионный фонд, медицинский фонд, страхование и так далее, социальное страхование. И вот с этого пенсионных отчисления, которые три человека выплачивают, один человек будет получать. Вот у нас сейчас соотношение активного реального сектора, где работает один человек, приблизительно один к одному, то есть одна целая, там, почти одна целая, менее двух десятых уже. То есть почти один к одному. На одного человека один пенсионер. Вот он что-то, сколько он должен платить? Две тысячи лей должен выплачивать пенсию, но это практически нереально. Это огромная нагрузка. Естественно, выход единственный, то есть у этой власти, выход пенсионер вышел на пенсию, сразу умер, чтобы он не получал пенсию. То есть повысит пенсионный возраст. Если доживет до выхода на пенсионный возраст. И мы поэтому уже много лет кричим, что ребята, и вот соглашение об ассоциации, от российский рынок, вот все завязано в одну модель. Для того, чтобы население-то у нас уезжает, вот недавно была конференция в Академии наук, которая говорит следующее, к 2025 году у нас останется в хорошем варианте, то есть есть два варианта, негативный, позитивный, то есть условно позитивный, в хорошем варианте у нас останется 2,5 миллиона человек в Республике Молдави, в плохом варианте 2 миллиона человек с пенсионерами, молодежи и активной части населения. А мы все знаем цифру, 1 миллион находится за границей. Это же 1 миллион активных людей, которые могли бы платить пенсионное обеспечение, получать зарплату и выплачивать пенсионный фонд. Они за границей находятся. Чтобы их привлечь из-за границы сюда, хотя бы часть из них, нужно открывать производство, создавать рабочие условия с нормальной оплатой труда. Первый мая у нас к этой теме относится оплата труда. Но для того, чтобы была нормальная оплата труда и было производство, необходимо, чтобы был рынок, куда это предприятие смогло бы продавать продукцию. И дальше возникает вопрос, куда. Европейский рынок, у нас все открывается, открывается, да никак не откроется у нас квоты, и мы даже те квоты, которые есть, мы не можем. А нам показывают рост экспорта якобы. А российский рынок мы, к сожалению, практически потеряли. То есть чуть-чуть у нас благодаря президенту, именно в сельхозотрасли у нас рынок открылся. Однако это не решение проблем. Решение открытия здесь предприятий грамотной, прагматичной политики. А то, что увеличивается экспорт, ну это в основном вот нам дали проводку, мы ее скрутили. Это понятно. Задавальческого сырья и отдали без большого НДС. У нас осталось буквально несколько минут, как обычно коротких. И тем не менее задам вопрос. Ну и думаю, что, наверное, интересно будет зрителям. Вы упомянули о встречах, которые проводите вместе с кандидатом на выборах столичного мэра от партии социалистов Иоанна Чабана, встречи с избирательными. Вы являетесь доверенным лицом этого кандидата. Вот, на ваш взгляд, чего ждут сегодняшние кишиневцы от будущего градоначальника столицы? Я скажу, в принципе, то, что мы предлагаем в своей программе, удивительно, но именно так оно и есть. Люди устали от политики. Мы и в 2015 году заявляли. И сейчас на этих выборах мы заявляем, мы не хотим заниматься политикой. Мы занимаемся градостроительством. Мы будем заниматься улучшением качества и жизни граждан, чтобы было безопасно, комфортно и удобно жить в этом городе. Необходимо отремонтировать эти крыши. Это больнейший вопрос. Ремонт крыш, которые текут у людей. В многоэтажках показывают, когда я заходил к крыше после дождей, человек у него с розетки течет вода. Он говорит, слушай, вот мне ребенок включает свет. Вот что мне делать? Говорит, одевать каждый раз резиновые перчатки. А у ЖЭКи ликвидированы. А ликвидированы ЖЭКи, потому что термоэлектрика подала в суд, благодаря тому, что исторические долги, которые увеличил Киртуака значительно, миллиард леев в муниципе должны термоэлектрики. ЖЭКи ликвидированы. Начальник ЖЭКи назначается термоэлектрикой с зарплатой под 10 тысяч. Термоэлектрика сама должна... Термоэлектрика дальше, молдова ГАЗа должна, да, 2,5 миллиарда. Это исторически все складывалось, где-то увеличилось и так далее. Вот это непонятный омут, где вруются деньги жителей. И вот один лей, который идет на обслуживание, диссервирование блока, на обслуживание здания, это уборка здания, косметический ремонт. И должно было бы накапливаться на капитальный ремонт. Он не идет на то, что необходимо. Он идет на зарплату начальнику ЖЭКа, который назначается дермоэлектрикой, а также на обслуживание вот этого долга. То есть по прямым... Вот мы платим 1 лей за квадратный метр. То есть квартира от 40 до 70 лей оплачивают в различной зависимости от площади. Он не идет на это. Так людям плевать. Кто ты, что ты, как ты. Ты решим конкретную проблему. Мы очень многие конкретные проблемы решали. Во многих дворах, которые мы встречались, особенно в радиусе каком-то, у нас получалось остановить какое-то стрельство, либо что-то предотвратить, либо заставить застройщиков что-то сделать. Вот мы большое количество детских площадок установили. И, к сожалению, это нынешняя администрация, экс-директор Юнифеноса, заблокировала еще 150 площадок. Вот тендер был заблокирован, обжалован почему-то. Хотя позитивно, то есть установка детских спортивных площадок, по-моему, необходимо для благоустройства дворов, необходимо делать, а не за 2 миллиона цветочки сажать. То есть хотя бы чернозем. Вот многие дворы просят просто, послушайте, смотрите, у нас там такая буеракия. Посмывала землю. Просто привезите нам чернозем и посадите нам травку. Нам больше ничего не нужно. Цветочки мы сами купим, посадим. Вот неужели у Спаци-версии нету? У нас мы по закону, территория, которая застраивается, они обязаны чернозем вывозить. Вот у нас этого, разве нет этого чернозема? Это огромные площади. Кстати, чернозем, вот для того, чтобы засейки, это возвращаться опять к предыдущему правлению, с Комсомольского озера было вывезено 400 тысяч кубометров ила, вот который мог бы как раз подойти, подойти нужды и засеять. Но этот ил весь порос, в общем, испортился. То есть это было завалено, завалено в свалку. Вот этот ущерб почему-то никто не считал. Людям необходимо четкое решение их вопросов в данном конкретном дворе. Отремонтировать подъезд, отремонтировать стеклопакеты, отремонтировать скамейки. Вот то, что человек чувствует каждый день. Ну, помимо общего развития, люди жалуются на плохой транспорт, люди жалуются на отсутствие освещения, люди жалуются на постоянный ремонт, а мы видим, ремонтируются и обрезку деревьев. Во многих деревьях до сих пор висят ветки после прошлого апреля. Это не делается. И необходимо не пиариться и заниматься политикой унири или не унири, подписывать непонятные какие-то меморандумы с мэрами румынских городов ради политики, ради унири. Необходимо просто заниматься благоустройством своего двора. И сейчас это легко сделать. Впервые в 2018, мы уже говорили об этом, бюджет вовремя, 4 миллиарда вовремя утвержден. Просто сиди его исполняй. Грамотно, эффективно. Причем можно еще сэкономить. Я на завершение хочу рассказать пример политики, когда люди занимаются только политикой и не сведуют ничего в вопросах города. Наши электоральные конкуренты с платформы DAS сегодня сделали пресс-конференцию о необходимости продления улицы Мессаджер. Вы понимаете, анекдот в том, что они сами себя представляют дилетантами. Надо расширять улицу Мессаджер. Но они не забыли сказать, что решение муниципального совета о продлении улицы Мессаджер уже было проведено в прошлом году, было утверждено муниципальным советом. Ну, ребят, ну кого вы хотите обмануть? Более того, ну, улицу Мессаджер, я не спорю, что нужно продлить. Но это не срочно. Необходимо первоначально решить другие вопросы. Ну, к примеру, тот же табачная развязка. Это то, что сейчас очень сильно болит. Вот это сейчас надо. Мессаджер, она позволит решить местные текущие проблемы. И это красивый электоральный слоган. Вот мы хотим решить Мессаджер. Он уже апробирован проект. То есть, ребят, вы сначала изучите хотя бы чуть город, потом пытаетесь заниматься городостроительством. Спасибо за эту беседу. Будем следить за тем, что происходит в нашем главном городе. Ведь, в принципе, это же не зря говорится, что в Кишневе сосредоточена экономика страны. И, наверное, все главные городские проблемы всех городов и сел Молдовы. И будем всегда рады вас видеть в нашей студии. Спасибо. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Александр Одинцов. Следите за эфирами. Будет интересно. Мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин